Алексей Фёдорович Шигин не согласен с условиями продажи его земельного участка и дома. Как оказалось, в 2005 году ветерану пришло извещение, что у него забирают землю для резервирования строительства. В 2006 году, в марте месяце, с главой администрации был оформлен договор, соответственно, на снос, где предусматривалось о том, что мне будет выделена квартира и выплачена стоимость. Впоследствии дом ветерана был снесен, а территория заасфальтирована. После долгих походов по инстанциям с целью получения компенсации ветеран всё-таки получил деньги, но, как он считает, не в полном размере. Алексею Фёдоровичу заплатили 200 тысяч рублей за снос строения и 820 тысяч за землю. Я провёл по рекомендации администрации нежелание, согласование границ, соответственно, моего участка и кадастровая оценка. Кадастровая оценка 870 тысяч рублей моей доли. А две доли, две трети, это сёстрам и племянникам. Глава района пообещал разобраться в проблеме ветерана. Мы сейчас этот вопрос изучим, а через неделю тогда встретимся и вам ещё расскажем, что будем делать. Ветеран Великой Отечественной войны Александра Ивановна Балакирева проживает со своим сыном в бараке и уже год бьётся за то, чтобы ей дали отдельную благоустроенную квартиру. Женщине объяснили, что на данный момент есть некоторые трудности с расселением. Есть проблема, в которой объективно сейчас застройщик не может переступить к переселению, но эта проблема на данный момент решается. Их земельный участок, который был им предоставлен по договору о развитии застроенных территорий, показал, что он обременён правами третьих лиц. Сейчас мы с этой ситуацией разбираемся. Несмотря на это, женщине-ветерану пообещали предоставить квартиру до конца 2014 года. У Регины Николаевны Ильишек несколько вопросов к главе. Первый – отсутствие рейсов общественного транспорта от непрорайона «Выстрел» до центральной районной поликлиники. Мне назначили сейчас 10 курс. Нужно обязательно такси. Это, считай, 2000 рублей только. Это хорошо, если возьмут по 100. Регине Николаевне рассказали, что в данный момент стоит вопрос о том, чтобы от выстрела ходила маршрутка. Осталось только решить некоторые проблемы. Ещё один вопрос ветерана касался отсутствия социальных аптек в микрорайоне «Выстрел». Такая большая территория. У нас, конечно, была аптека, знаете, где дом управления. Но туда пришёл поставщик очень дорогой, поэтому к нему не стали ходить. Теперь сотрудники соцзащиты, они могут по соглашению с больницами, с поликлиниками, имеют право наручно привозить вам лекарства. Но и эта проблема вскоре будет решена, заверили ветераны. Оксана Федяшина, Владимир Киселёв, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».